Странное заявление парламента Арцаха. Фракции НС Республики Арцах выступили с заявлением, в котором призвали страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ и 190 государств-членов ООН признать Нагорно-Карабахскую республику. Армен Пресс полностью публикует заявление фракции НС Арцаха. Учитывая признание Российской Федерации независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и последующее воссоединение вышеуказанных территорий, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией, объявленные 30 сентября 2022 года, фракции Национального Собрания Республики Арцах констатируют, что Нагорно-Карабахская республика в 1991 году с юридической точки зрения безупречно реализовала свое право на самоопределение в соответствии с нормами международного права, принципами демократии и действующим на тот момент законодательством СССР. Международное сообщество признало Азербайджан независимым государством в пределах, определенных внутренним законодательством СССР. Согласно этому законодательству, на момент обретения Азербайджаном независимости Нагорный Карабах не имел никакого отношения к данной стране, иначе он не был бы включен в ООН, следовательно. Территориальная целостность Азербайджана не имеет никакого отношения к республике Нагорный Карабах. Принятие принципа равенства и самоопределения народов, закрепленного в первой статье Устава ООН и в решении Международного суда от 22 июля 2010 года, согласно которому международное право не Запрещает провозглашение независимости, как это было в Косово, фракции Национального собрания Арцаха призывают страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, Российскую Федерацию, США, Францию и другие. 190 государств-членов ООН признать Нагорно-Карабахскую республику, тем самым нивелировав самые серьезные антологические угрозы, стоящие перед ее населением. Под обращением подписались фракции Азад, Эйрени Кога, Единое Отечество, Справедливость, Армянская революционная федерация и Демократическая партия Арцаха. Требование о признании Арцаха верно и грамотно сформулировано, но какое оно имеет отношение к аннексии России и украинских территорий, которую мир не признает, и еще неизвестно, какой будет их. Судьба? О чем заявление о признании Арцаха или о признании воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ? Идентифицируют ли фракции парламента Арцаха эти области с НКР, на что они надеются и кто в этом случае признает Арцах? Видимо, позорный концерт в Степанакерте по случаю аннексии Крыма не стал уроком, несмотря на инициированные Россией две военные кампании в Арцаю. Продолжение следует...